Казанского федерального университета Уходеев Тимур Ринатович Здравствуйте, Тимур Ринатович Здравствуйте Здравствуйте Скажите, а вы перед тем, как выйти из дома, делаете себе прогноз погоды на день, чтобы взять, к примеру, зонтик? Конечно, метеорологи – это тоже люди И мы, если и не делаем прогнозы индивидуального для себя, то мы пользуемся общедоступным прогнозом Однако мы видим под этим прогнозом несколько больше обывателей Мы видим обычность и необычность происходящих явлений Мы видим какие-то предпосылки к изменению погоды И таким образом, конечно, мы обладаем несколько большим набором признаков и предсказателей И действительно, мы реже ошибаемся, беря или не беря зонтик А какая ваша самая любимая погода? У природы вообще нет плохой погоды Мы нуждаемся во всех тех явлениях зимних, летних Ну и имеем любимые Так, например, летом, конечно, нам хочется больше летней погоды Я люблю сухую погоду и без опасных главных явлений А кто вообще такой метеоролог? Метеоролог – это специалист, который не только собирает информацию о погоде, но и стремится ее предсказать И метеорологи – это такой целый класс профессий, наверное, которые включают в себя как наблюдателей, так и прогнозистов А тогда кто такой синоптик? В чем их отличие? Синоптик – это частный случай метеоролога Такой элитный метеоролог Дело в том, что синоптик работает с огромным количеством информации, которая получена от наблюдателей Это метеорологи-наблюдатели, от аэрологов Аэрологи – это специалисты, которые проводят измерения и собирают информацию об атмосфере, верхних своих атмосфер А синоптики объединяют все эти знания и вырабатывают уже прогнозы погоды, которыми мы с вами пользуемся каждый день А как лучше всего вызвать дождь? Есть ли какая-то инструкция? Может быть барабаны или шаманские пляски? Да Хотелось бы, конечно, чтобы это было так просто Однако технология вызова дождя существует, но она не такая простая И для того, чтобы вызвать дождь, сначала нужно выполнить сложные расчеты И потом с помощью определенных химикатов, определенных реагентов Самый популярный из них, кстати, аргентум йод и одет серебра Действительно, дождь вызвать можно Однако, не всегда, не в абсолютном количестве случаев это возможно Все-таки в ряде случаев человек беспомощен перед лицом природы А вот у моей бабушки, когда болят ноги, она говорит, что это к снегопаду А синоптики говорят, что на улице будет безобычное небо Мы никому верить Ну, однозначно, конечно, больше верить следует синоптикам Однако и такие явления, как недомогания у людей Они также связаны с погодой И метеочувствительные люди чувствуют на себе изменения погодных процессов Говоря о боли в ногах и как признака снега Можно сказать, что, возможно, это реакция на понижение давления Действительно, при понижении давления, при преобладании циклонов на территории У нас может выпадать снег Поэтому бабушке верить Однако, больше верить синоптикам, поскольку это все-таки серьезная наука Есть ли самые точные народные приметы, в которые вы сами верите? Ну, народные приметы, это, конечно, народная мудрость Люди много лет примечали за природой определенной закономерности И так, например, если низко летают стрижи, то это к дождю В этом есть физическое объяснение Низко они летают, потому что кормовая база, всякие мошки спускаются ниже А ниже они спускаются из-за возросшей влажности, из-за низкой облачности И действительно, это к дождю Так как низкая облачность – такой частый сопутствующий признак приближения дождя Ответь, пожалуйста, метеорология – это? Метеорология – это наука, наука сложная, наука интересная и наука динамично развивающаяся Расскажите, пожалуйста, о вашем детстве Как вы стали тем, кем являетесь сейчас? Ну, я был обычным ребенком, обычным казанским ребенком Учился в обычной школе и не помышлял о том, чтобы посвятить себя метеорологии И, честно говоря, даже не знал о том, что же это такое Однако в процессе изучения, обучения в университете я пробовал много всего интересного И увидел, насколько метеорология емкое направление Как интересно жить, изучая метеорологию И таким образом связал свою жизнь именно с этим направлением Всем привет! И сегодня мы находимся в древнейшей метеорологической обсерватории Казанского федерального университета Давайте посмотрим, что тут интересного Мы с вами находимся на метеорологической площадке Одной из самых древнейших метеоплощадок нашей страны А конкретно она занимает третье место в нашей стране После Петербурга, Москвы По длине рядов Это третья метеостанция И вот это не улей Это метеорологическая будка Именно такие по всему земному шару установлены Давайте посмотрим, что же внутри Есть какие-то предположения? Самый простой, популярный метеоприбор какой? Который есть у каждого из вас дома Только метеорологи не говорят Градусник, термометр Вот молодец И вот обращаю ваше внимание Что здесь привычные вам приборы Правда, термометров здесь не один и даже не два Их четыре Вы, наверное, обратили внимание Что эти термометры, эти приборы расположены на некоторой высоте Выше нашего с вами роста Связано это с тем, что есть такой стандарт Во всем мире метеорологи наблюдают именно на высоте 2 метра То есть любое измерение происходит только на высоте 2 метра Вы наверняка ощущали на себе, что приходите на пляж И у вас ноги обжигает буквально песок горячий на пляже Дело в том, что на почве температура может быть намного выше На дальний термометр смотрим Посмотрите, пожалуйста 61 градус Прямо сейчас на почве 61 градус Это очень много Видели наверняка, да? В кино гадалка, как правило, у нее есть стеклянный шар Вот он Как вы думаете, зачем вот этот удивительный стеклянный шар? А, вы трогаете его и понимаете температуру? Как жжет? Обязательно Вот почти, кстати, почти угадал по поводу жжет Дело в том, что вы пробовали лупой когда-нибудь бумагу прожигать Вот Абсолютно то же самое Только метеорологи тут не играют Есть ли солнце, вот он светит или не светит Как долго оно светит Бывают облака Да, и тогда солнце светит не так ярко А где учиться на метеоролога или синоптика? Такие направления есть в ряде вузов Крупных вузов нашей страны Так, например, конечно, на метеоролога можно выучиться В Московском университете, в Петербурге можно В Казани, в Саратове, в Перми, во Владивостоке И еще в ряде городов, где есть бакалавриат метеорологии Если кто хочет углубить эти знания, то есть и магистратура, и аспирантура Какие предметы в школе и в институте были самыми важными для метеоролога, синоптика? Ну, важны, конечно, все предметы Так или иначе, они встречаются в профессии при выполнении работы Однако, самыми-самыми важными можно отметить физику, математику, информатику, географию И все это в комплексе действительно ежедневно метеорологами применяется Что категорически не нравится в вашей работе? Ну, наверное, нет такого, что прям категорически не нравится Работа мне нравится, я от нее получаю удовольствие Однако, бывают моменты в работе, когда настигает такая рутина Какая-то вот рутинная, скучная, повторяющаяся операция Но таких операций с каждым годом в работе метеоролога становится меньше и меньше И таким образом, конечно, мы стремимся к тому, что... и скоро придем к тому, что нравится будет все А вообще, я же всегда хотел узнать, как появляется радуга на небе? Радуга — это такое оптическое явление Явление, когда солнечные лучи преломляются на капельках воды Обратите внимание, что такое явление, как радуга, наблюдается после дождя Когда в атмосфере есть капли разного диаметра И чем больше разнообразие этих капель, тем больше цветов радуги мы с вами и увидим Таким образом, радугу можно увидеть только в солнечный день и после дождя А теперь прервемся ненадолго Настало время нашей рубрики «Удивись» Внимание на экран! Кто же такой метеоролог и чем он отличается от синоптика? Метеоролог — специалист, который занимается сбором и анализом данных Каждые три часа он по приборам снимает показания температуры, воздуха, давления, ветра И записывает их в журнал «Погода» Отдельно выделяют метеорологов-прогнозистов Эти люди занимаются составлением прогнозов погоды А синоптик — это тот, кто составляет карты погоды Благодаря которым можно будет дать прогноз погоды в нужном пункте В самостоятельную науку метеорологию оформилась лишь в 17 веке Произошло это после того, как Галилео изобрел термометр, а Отто фон Гирикер — барометр Поэтому метеорология считается сравнительно молодой наукой Да-да! В 1723 году в Лондоне появилась первая инструкция, четко регламентирующая наблюдение за погодой Создал ее Джеймс Джурин В ней содержались шаблон-таблица для вписывания результатов замеров, список приборов, а также методики выполнения измерений температуры воздуха, атмосферного давления, направления и силы ветра Те, кто колеблется перед выбором профессии метеоролога, помните, что они весьма востребованы Но профессия очень ответственная Например, штатный метеоролог есть в каждом аэропорту Ведь текущее состояние погоды непосредственно влияет на степень безопасности полетов Никто не даст разрешение на взлет, не получив от специалиста подробный прогноз, рассчитанный на ближайшие 4-5 часов В некоторых случаях прогноз требуется даже поминутный Вы удивитесь, но погода одна из самых популярных тем для бесед Есть даже шутка о том, что если бы погода не менялась, то 90% людей не смогли бы найти пол для разговора Забавно, что слово «погода» является четвертым по популярности запросов в интернете Вот, кстати, правда Люди ведь чаще всего обсуждают погоду, и вы это, наверное, каждый день делаете Вас раздражает или нравится? Это, конечно, могло бы раздражать, если бы комментарии, наши ответы были бы каждый день одинаковые Однако погода, она неповторима, и каждый-каждый день он уникален И таким образом характеризовать погоду каждого дня можно по-разному, можно очень глубоко в это погружаться И поэтому из-за этой неповторимости это очень интересно А что в вашей профессии вам нравится? Профессия творческая, профессия, дающая проявить себя, всячески проявить себя Проявить свои таланты, проявить себя, как, может быть, изобретателя или даже какого-то рационализатора И вот это вот поле для деятельности мне очень нравится А какими качествами должен обладать настоящий метеоролог? Это прежде всего, конечно, ответственность Дело в том, что метеоролог, находясь на своем посту, будь то метеоролог-наблюдатель, метеоролог, который делает прогнозы, синоптик От его действий, от его роли, от того, как он выполнит свою работу, зависит, может быть, огромное количество явлений Так, например, ведь именно метеоролог принимает решение о летной или нелетной погоде И без его такой рецензии, без его разрешения никто никуда не полетит Существуют ли сообщества, клубы, кружки для начинающих метеорологов? Конечно же, существует Так как людей, увлекающихся погодой, кому небезразлично и интересно то, что происходит в нашей с вами атмосфере Этих людей немало И они объединяются не только вокруг кафедры метеорологии, вокруг учреждений, занимающихся погодой Но и просто объединяются любители, объединяются они в соцсетях И таким образом, если вы тоже относитесь к этому числу, вы можете в любых соцсетях найти такие группы по интересу Что вы, синоптик, метеоролог, климатолог, носите всегда с собой? Ну, кроме зонтика, конечно Ну, это привычное всем устройство, такое как смартфон Именно он позволяет нам в настоящее время получить доступ к любой информации У нас есть научное оборудование Оборудование, которое дает нам распределение метеовеличин по городу, по нашей стране И даже по вертикали мы можем посмотреть, как распределена, например, температура И для этого нам нужен всего лишь смартфон и умение правильно им пользоваться, знание, как и куда подключиться А у вас есть любимые песни? Конечно же, есть И это, конечно, не одна песня Это, как правило, что-то отечественное, как правило, что-то инструментальное И, наверное, это единственное, что не связывает нас, что не имеет такой погодный оттенок Спасибо вам, Тимур Ринатович Спасибо за интервью Спасибо вам за приглашение Пока-пока! Пока-пока!